В студии канал РТН Наталья Быстрицкая. Это вечерние новости и мы продолжаем. Война превратилась в конфликт, в истощение. Мы можем значительно повысить шансы на победу и обеспечить более стабильный и преуспевающий мир, говорится в письме. Почти год назад советник по нацбезопасности Джейк Салливан опасался, что отправка армии Такомс может привести к тому, что конфликт в конечном итоге перерастет в Третью мировую войну. Администрация Байдена обнародовала новые данные о сотрудничестве России и Ирана в производстве дронов, а также о логистике поставок иранских беспилотников на линию фронта в Украину, сообщает Financial Times. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джона Кирби, дроны собирают в Иране, а потом переправляют через Каспийское море из Амирабада в Махачкалу. К тому же он предупредил о строительстве на территории России завода, где будут собирать беспилотники по иранским технологиям. Это предприятие будет находиться в особой экономической зоне в Татарстане. Иран поставляет материалы для его оснащения. Россия использует иранские беспилотники, преимущественно дроны-камикадзе типа «Шахет» для атак на гражданскую и военную инфраструктуру Украины с сентября прошлого года. Зачастую налеты сопровождаются ракетными атаками. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из примерно 1160 шахедов, нацеленных РФ на объекты в Украине силами украинской ПВО, было сбито почти 900. Верховная Рада в конце мая согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован третий раз за год. Это плановое обследование политика на лейкемию. Берлускони был госпитализирован 27 марта на три дня для тестов, связанных с проблемами с сердцем. Он также был доставлен в реанимацию 5 апреля из-за сильной одышки и пролежал в больнице 45 дней. Врачи подтвердили, что во время этого пребывания он лечился от хронического лейкоза. 19 мая Берлускони был выписан из Миланской клиники после лечения легочной инфекции. Ранее ему была назначена химиотерапия. Берлускони – лидер партии «Форза Италия». Как отмечают итальянские СМИ, преемника у него нет. Сейчас экс-премьер проходит по делу о подкупе свидетелей. Прокуратура запросила для него 6 лет лишения свободы. Берлускони, по версии следствия, причастен к подкупу свидетелей, проходивших по делу Руби. Марокканская танцовщица Карима Альмарок вместе с другими девушками принимала участие в вечеринках. Они назывались «Бунга-бунга» на вилле Берлускони в Аркоре, во время которых сам политика и его гости пользовались услугами проституток, в том числе несовершеннолетних. Самой Руби на тот момент было 17. В ходе обвинительной речи прокурор заявил, что Берлускони создал сеть сексуального рабства. Бывший биржевой трейдер, автор «Черного лебедя» Насим Талеб подверг критике индустрию криптовалют, заявив, что биткоин не является спасением для людей, даже не может служить способом для отмывания денег. Своё мнение он высказал на конференции Bloomberg Invest. «На самом деле я был критиком биткоина по нескольким причинам, но есть основная причина в том, что это даже не годится для отмывания денег», — отметил Талеб. «Он уверен, что инвестирование в биткоин плохо сочетается с прагматичным миром денег и стало ближе к поведению сектантов. Вероятно, впервые в истории мы смешиваем деньги и культ, а эти вещи не очень хорошо сочетаются. При этом Талеб посчитал, что биткоин, как и другие криптовалюты, не гарантирует какой-либо анонимности, которую, по его мнению, ложно приписывают цифровым активам». Криптоиндустрия находится под пристальным вниманием властей США и других стран после банкротства FTX в конце прошлого года. Это спровоцировало полномасштабные проверки. Под прицелом Вашингтона оказалась и крупнейшая криптобиржа Binance. Несмотря на критику цифровых денег, некоторые IT-бизнесмены выступают в поддержку криптоиндустрии, но призывают пользователей быть осторожнее. Например, основатель Твиттер Джек Дорси посоветовал владельцам биткоина не хранить все свои сбережения в главной мировой криптовалюте, так как по умолчанию никому нельзя доверять в вопросе финансовых активов. Британская сеть универмагов Маркс & Спенсер перестанет указывать срок годности в жесткой формулировке «use by» используйте «до даты» на упаковках молока собственного бренда, чтобы молоко меньше выбрасывали. Вместо этого на упаковке будет указана дата с более мягкой формулировкой «best before», которая, по сути, является рекомендацией и относится к качеству продукта, а не к его пригодности для употребления в пищу. Компания советует покупателям определять, можно ли молоко пить старым испытанным способом, просто понюхав. Молоко входит в тройку самых часто выбрасываемых продуктов после картофеля и хлеба. Новоиспеченные родители Роберт Де Ниро и Тиффани Чен появились на премьере фильма «Поцелуй в будущее» через два месяца после появления их общей дочери. 79-летний актер и его 45-летняя спутница выглядели уставшими и не улыбались фотографам, когда шли по красной дорожке на мероприятии, посвященном открытию кинофестиваля Трайбека, соучредителем которого Де Ниро был в 2002 году. Пара делась небрежно для дебюта документального фильма, созданного Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком. В 2018 году Де Ниро развелся со своей второй женой, Грейс Хайтауэр, спустя 20 лет брака. В апреле прошлого года судья постановил, что 66-летняя Хайтауэр должна получать 1 миллион долларов в год и что пара разделит выручку после продажи своего дома за 20 миллионов. Причиной развода стали непомерные траты Грейс. Бывшая стюардесса, как сообщали инсайдеры, слишком много тратила. С инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен, актер работал на съемках фильма «Стажер» в 2015 году, у Тиффани была небольшая роль инструктора по тай-чи, которая помогала персонажу Де Ниро. Интересный момент. Разница между старшим и младшим ребенком Де Ниро – 51 год. Вы смотрели «Вечерние новости». Спасибо за внимание. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова